Всех россиян сейчас объединил в группу, и мы вроде как все мудаки, раз не так сопротивляемся, и в тюрьму не сели, речь об этом. Конечно, именно на стриме по пошаговым стратегиям ты можешь. Ты чего от меня хочешь? Хочешь, чтобы я сказал, нет, вы не все мудаки? Так это не зависит от того, что я скажу. Понимаешь, это от вас зависит. Я не считаю, что вам надо всем сесть в тюрьму. Поэтому я считаю, что вы каждый кузнец своего счастья, своей жизни. Вот как видишь, я в Беларуси в 2020 году ни в чем не участвовал, я эмигрировал еще раньше. И типа вы еще можете меня в лицемерии обвинить при этом. Я вам пытаюсь донести до вас, что вы решаете свою судьбу, а не какие-то люди. Вы мне пишете постоянно, что от вас ничего не зависит, а я вам говорю, что от вас все зависит. В вашей жизни от вас все зависит. Это не означает, что вам надо идти свергать Путина. Значит, что вы свою жизнь можете изменить. А как вы это будете делать? Свержением Путина, эмиграцией. Мне насрать абсолютно. Я пытаюсь до вас донести, что вы кузнецы своего счастья. Не кто-то за вас решает. В современном мире вы все еще можете это сделать. Хотя для россиян это, возможно, сейчас схлопываются. А вы делаете вместо того, чтобы решать свои проблемы, свою жизнь менять, вы бегаете по чатам стримов пошаговых стратегий и расстраиваетесь, что вам говорят неприятные вам вещи. И на украинцев гоните, что они вас как-то не так любят. Украинцев знаете, какая идея, чтобы вы от них отшапились, чтобы вы их не трогали. Вообще, вот отъебитесь от украинцев, вот и все. Нет, блин. Они там нам шенген запрещают, еще что-то. Займитесь собой. Вы можете это понять? Вот эта черта, что вы ходите другим, рассказываете, как им жить, ходите. Вот я не хожу по чатам расистов и не рассказываю, что им надо делать. Я делаю свои видео. Делаю свои видео. Если находит аудитория, которая посмотрит, ее посмотрит. А вы ходите по другим людям и рассказываете, что они не так, что как-то вас любят правильно. Это выученная беспомощность. Прекратите быть беспомощными. Займитесь своей жизнью. Займитесь собой. Понимаете? Займитесь собой. Займитесь собой. Займитесь собой. Займитесь своей жизнью. Только вы можете ее изменить. Только вы можете ее изменить. Ни США, ни Европа, никакие санкции вам это не заменят. Вы будете хуже жить, и все. От вас отгораживаются, от вас отгораживаются. Чтобы от вас не отгораживались, только от вас это все зависит, от вас это зависит, от вас это зависит. Прекратите ходить по чатам, по шаговых стратегий и расстраиваться, что вам что-то не так говорят. Хватит. Как до вас это донести? Как до вас это донести? Не важно, что я думаю, не важно, что о вас украинцы думают, вообще не важно. Ну не важно это, ваша жизнь от вас зависит. Сколько мне это еще раз сказать, чтобы вы поняли? Сколько мне видео по этому поводу сделать? Как донести до россиян, что их жизнь зависит от вас? Ну ладно, на самом деле, вот те люди, которые у меня сидят в дискорде, в чате, там есть россияне, которые уже, пока эта война была, они были в России, теперь уже уехали, уже в Армении, в других странах. Рассказывают, как им тяжело там, как иммигрантам находиться, и вам будет тяжело сто процентов. Просто вы не хотите даже на капельку своего комфорта лишиться. Даже на капельку я уже с ума сошел от политики. Да я не от политики сошел, а от комментаторов моих, которые приходят и вот такую херню постоянно одно и то же говорят, одно и то же за полгода. Уже вроде казалось бы, ну это как раз вот это есть сумасшествие, когда ты делаешь одно и то же, надеясь на то, что это приведет к другим последствиям. Человеку очень тяжело изменить свою жизнь. Ему проще изменить свое восприятие того говна, где он находится. И он для этого будет ходить, например, там меня спросит, так, я что-нибудь неубедительно отвечу, еще кого-нибудь спросит неубедительно. И он убедится, что в принципе, типа, все неоднозначно, там, вот это вот все. Они же это делают не для того, чтобы я их переубедил. А для того, чтобы убедиться, что все так же неоднозначно, все, то есть вот удостовериться для себя, что они в том говне, в котором они живут, это норм.